Производить на месте и только свое. Сегодня это важная задача. Ответ Беларуси и России на санкции это импортозамещение. Наши предприятия всегда работали с прицелом на повышение уровня локализации. Так в Брянской области много лет по белорусским лекалам выпускают сельскохозяйственную и дорожно-строительную технику. Предприятия наращивают объемы производства и расширяют линейку продукции. Подробнее о союзной работе в нашей рубрике «Ближе некуда». Брянская область – это тот случай, когда интересы с нашей страной действительно ближе некуда. Да, географическая близость, примерно 200 километров до белорусской границы, вносят свою лепту в крепкие кооперационные цепочки. Подчинившись законам логистики, партнеры за годы работы сформировали увесистый портфель взаимовыгодных интересов. Каждый третий комбайн, работающий на полях России, выезжает из этого цеха. Гомельский бренд «Полесье» прописался здесь 17 лет назад. Сейчас эти машины не назовешь только белорусскими или российскими, они совместные. По сути, союзный комбайн. Брянск-Сельмаш сегодня один из лидеров на своем рынке. В Беларуси остались компетенции, которые у нас своевременно были потеряны. Они нас любят и уважают за чисто. Самая такая оптимальная, значит, цена-качество. И вот одна из самых таких передовых машин – это КЗ-12-18. Это такая машина, которая, как можно сравнить, с автоматом Калашникова. Она вот самая простая в обслуживании, надежная. Она разработана 30 лет назад. Она не уйдет с рынка, однозначно, это 10-15 лет. По итогам прошлого года объем производства – 1200 машин. И это не просто сухие цифры. Для понимания показатель один из максимальных. Главное, на склад здесь не работают. Заказы расписаны буквально до конца лета. Благо спрос на сельхозтехнику темпов не сбавляет. И чтобы не упустить своего покупателя, ведь конкуренты не дремлют, предприятие активно развивает новые направления. Сейлки прямого села. Не только как стандартные машины, самоходные, но и все-таки новостное оборудование, потому что импортные страны ушли с российского рынка. А для нас это большой шаг – завоевать его. Если бы мы были зависимы от импортных комплектующих, то мы этого не смогли просто физически бы сделать. Брянск-Сельмаш – один из примеров, как Беларусь и Россия сообщают, идут к технологической независимости. Спору нет. Создание совместных производств задает темпы импортозамещения. Об этом давно знают и на предприятии «Амкадор Брянск». С 2009 года здесь работают по принципу «Инженерная мысль белорусская, исполнение российское». Сперва здесь собирали погрузчики уже из готовых деталей, чуть позже освоили сварочное и механическое производство. И дальше по плану – поэтапное наращивание локализации и расширение линейки техники. Порядка 12 единиц техники выпускаем. Это трех тонн, машины четырех тонн, телескопические погрузчики Т-400. Сейчас мы получаем в составе машкомплекта от управляющей компании «Ходзик», машинокомплекты от двигателей, коробок и мостов. Остальное все здесь собственное производство. Брянск – это не только площадка для производства, но и точка выхода всей техники «Амкадора» на российский рынок. Плюс выпуска здесь на месте снижает себестоимость продукции, что только на пользу конкурентоспособности белорусского флагмана. Бюджет же Брянской области получает весомую прибавку в качестве налогов, а горожане – рабочие места. На российском рынке основной конкурент, как и на белорусском, в принципе, это китайские производители. Но цена, качество, сроки поставки, обеспечение сервисного обслуживания на всей территории Российской Федерации позволяют нам реализовывать нашу технику. Местный потребитель заверяет, техника проверена временем. Какие еще нужны аргументы? Спрос стимулирует наращивать производство. Уже в первом квартале объемы увеличились на треть. Да и в целом погоду ожидает рост не менее 35%. Машины брянского производства можно встретить практически во всех регионах России. Брянский машиностроительный завод – один из промышленных флагманов России. Это ведущий производитель маневровых тепловозов для железных дорог. Благодаря высокому качеству и современным технологиям предприятию удалось выйти на мировые рынки. В год здесь выпускают более 200 локомотивов. Выполнять контракты в срок, производить технику и обслуживать ее, что тоже не менее важно, позволяет иммунитет к европейским ограничениям. В свое время завод взял курс на повышение локализации и закупку альтернативных комплектующих у дружественных поставщиков, в том числе и белорусских. Мы используем белорусскую продукцию в производстве своих тепловозов, секций и коллектора. Они используются для системы охлаждения, устанавливаются на так называемую холодильную камеру тепловоза. Ранее данная продукция изготавливалась нашим цехом, нашим заводом. Но так как станок это был довольно-таки старый, поэтому было принято решение перейти на покупную и нашли поставщика из Белоруссии. От каждого по способностям, каждому по потребностям. И это не дежурная фраза, а реальная взаимная выгода. Такой формат работы двух стран сегодня виден на конкретных примерах и отражается в общих цифрах. Брянская область сотрудничает с 80 странами мира, но более 60% внешнего товарооборота приходится именно на Беларусь. Надо сказать, что за последних три года товарооборот с Белоруссией очень сильно увеличился, почти полтора раза и сегодня составляет почти 930 миллионов долларов США. То, что сегодня мы не обходимся в дорожном строительстве без щебня, без материалов с Гомеля, но это понятно и приятно осознавать, что темпы нашего взаимодействия растут. Да, экономика – это основа сотрудничества между нашими странами. И Беларусь, и Россия укрепляют этот рыночный диалог с акцентом на построение взаимовыгодных отношений. Их вектор понятен – не конкурировать, а дополнять друг друга и соперничать вместе на других рынках. Редактор субтитров А.Семкин